Всем привет! Только тихо, а то мы приехали в музей! И мы начинаем рассматривать игрушки, потому что мы приехали в музей игрушек. Игрушек! Сейчас мы будем рассматривать персонажа из сказки «Мальчик с пальчиком». Мы начнем отсюда. Смотрите, ребята, это жена Людоеда. Похожа на кириллическую футу. Да. Здесь стоит возле нее стол, и на столе лежит кусок курицы. А вот, смотри, коврик. Да, это такой коврик. А вот это брат мальчика-мизинчика, мальчика с пальчиком. Да. Тут три брата мальчика с пальчиком и сам мальчик с пальчиком. Да. Вот такие вот первые персонажи из сказки. А это сказка «Кот в сапогах». Посмотрите, какие здесь замечательные куклы. Давайте я буду показывать вам по одному. Это кукла, которую сделали курицы, который кот в сапогах. А вот как эту куклу зовут, мы, к сожалению, забыли. А вот это вот «Кот в сапогах». Да, «Кот в сапогах». А это современная сказка «Красная шапочка». А здесь снова «Кот в сапогах». «Кот в сапогах». Смотри, какой он большой, наверху стоит. Да. Увидела? Вот такой котик. «Маркиз Карабас» и «Принцесса». Король. А что это такое, Ярослава, знаешь? Это цирк теней. Это не цирк, это театр теней. Закрываем. Вот так он выглядит. А что здесь так много конфет? Это сладкий домик. Какой красивый. Это сладкий домик. Смотри, сколько угощений. Конфеты, зефиры. Так хочется это все съесть. Кто это такое? Пряничная хотинка. Это бабушка, которая заманила детей в свой сладкий домик. Они начали есть ее домик. Это бабушка злая? Типа ведьмы, да? Да, это бабушка Яга. Ого. А домик очень красивый. Я бы хотела его съесть. А нельзя. Она тебя словит. Она как приманила свой дом. Но они сбежали. Волшебница. Сказка-волшебница. Вот смотрите, персонажи. Ослиная шкура. Я такой сказки не знаю. И ослиная шкура. Помнишь, мы читали сказку? Ослиную шкуру я знаю. Да. Как там было в этой сказке? Когда девочка одевала ослиную шкуру на себя, да? И ее не было заметно, что она именно принцесса. Да, что она такая красивая. Все думали, что она страшная-страшная в этой ослиной шкуре. Никто с ней не хотел общаться. А когда она ее снимала, то была такой принцессой красивой. Да. Она просто так делала, чтобы ее сам папа не заметил. Она жила у бабушки-старушки. Правильно. Это сказки все. Это книги, да. Здесь представлены красная шапочка и бабушка, которой она ей принесла пирожки. Вот она, красная шапочка. А бабушка, наверное, носочки сидит, вяжет, да? Потому что у нее здесь корзина с клубочками. Только пирожки бабушка так и не сделала. Почему? Потому что пирожки сделал, конечно же, волк. Он превратился в бабушку. Вот он, этот волк-бабушка, два в одном. Сидит, носочки вяжет. Притворяется. Интересно, как волчая порода умеет вязать носочки? Не знаю. Мы прям попали в мир сказок каких-то. Смотришь на эти персонажи, вспоминаешь все сказки из детства. А это? Кто это? Был король и королева. Королева умерла. А король снова остался с дочерью. Потом он носил мачку. Эта мачка заставляла ей мыть полы, все делать. И она, как бы, плавная, ну, делает. Это Ярослава рассказывает о сказке «Золушка». Это ее крестная волшебница. Вот сама «Золушка». Карета из тыквы. А это папа «Золушки». И пальчики. И пальчики Ярославлены. Принц, который примеряет туфельки. И главная героиня – «Золушка». А вот сама мачеха и сестры. Ну, сестры, они какие-то не те. Это злые сестры и злая мачеха. Да, а все сестры, они вообще не похожи на вещи. Ну, так сделаны они. Это какие-то непонятные. Смешные. Вот и сделали их такими страшными и злыми, как они есть. Да. Ну, и, конечно же, король. Можно еще примерить корону. Ярослава сейчас будет королевой. В золотой короне. Кажется, это большая. Возьми поменьше. Вот, рядышком возле тебя поменьше лежит. О, так красиво. Смотрите, какая королева. Может, нет. Первый зал с игрушками мы показали. Теперь идем во второй зал. Смотрите, сколько много здесь игрушек и куколок. Здесь уже поинтереснее. Такие вот раньше куколки были. Начнем мы, ребята, с таких вот пупсов. Обалдеть. Чернокожий один. А другой светлый. Ну, и такие вот разные куколки. Маленькие. С наборами. Тут даже малюсенькие есть. Видишь, малюсенькие, как в проводочке. Малюсенькие. Да. Ну, знаешь, как с киндера, да? Сейчас в киндере попадаются такие маленькие-маленькие куколки. И раньше были, видишь? Посмотри, Ясь, возле тебя какие пупсы, какие куклы. Раньше куклы были очень большие. У меня даже в моем детстве была кукла, от которой я обувь носила. Потому что на меня не было обуви. Да, и она была больше меня. Так и здесь есть куклы с мячиками, с игрушками. У них зубки как настоящие. А вот, смотри, какая принцесса. С книжкой. Наряд очень красивый. А еще вот такие вот куклы были. Да. А что это за сказка? Это сказка... Это сказка Теремок. И здесь много пупсов. Одни волны, а другие нет. Вот как сейчас есть Бэби Борны, да? Самые популярные. Бэби Аннабель, так и здесь такие куклы. Ну, не прикольно, они еще красивые. Красивые, очень даже красивые. Дай вот эти вот сейчас. Вот, вот это вот у нас козички. А еще у нас козички, ничего. Видишь, какие они большие, немаленькие. А у тебя вообще это страшно. Здесь тоже много разных игрушек, волшебные фонарики. Вот этих куколок я еще не показывала. А еще лошадка, ребята. Вот это мама. Это куклы из Германии. Это такие старомодные куклы в Германии продавались? Да. Это стиральная машинка. И сушинка. Да. Стовываешь туда одежду, вон там есть клаптик. Крутишь этой ручкой, и хорошо отжимаешь, и высушуешь вещи. Вот мясорубка. Мясорубка. Утюг. Даже два здесь утюга разных. И зеленая машинка. На которой платьишко, в скетце. Да. И еще есть фильм «Москлуб». В этом отделе представлены мягкие игрушки. Мне кажется, что они вообще не старые. Мне так кажется. Обезьянки. Машина. Верблюды. Голуби. Да, голубь даже есть. Белый. Ну, может быть, и продаются еще такие игрушки. Может. А это украиночки. Да, это куклы украинки. Что ты нашла? Коляска. Это, наверное, кроватка на колесиках для кукол. Из старого века. А вот это украиночки. Украинские куклы. Ну, ты говоришь. Ну, надо пометь покрасивее, чем у меня. Это стульчик для кормления. Покрасивее, чем у меня. Покрасивее, да. Видишь, и раньше были такие игрушки, как сейчас. Он уже понятно сломан. Ну, сломан, конечно. Ну, очень хорошо сохранился. Смотри, пупса садишь и корнишь. Обалдеть. Это прям для вот таких вот кукол стульчик для кормления. Для больших. Да, и для у меня. У меня тоже. Ну, да, и ты туда влезешь, в принципе, да. Не влезу. Еще куклы. Такие куклы были у меня в детстве. Вот и пиво. Это коляска. Да, вот такие куклы. Налипаем куклы. А это ученицы. А где тоже такие были куклы? Здесь есть даже парта, счеты, часы, букварь. Букварь, кстати, 1947 года. А вот это вот. А это такие, как, знаешь, игрушки, погремушки, матрешки. Пугай. Видишь? С такими игрушками тоже купаться можно. Они пластмассовые. Матрешки красивые очень. Смотрите, какой экскаватор. Видела пивички. А это всем известная лошадка. Конь-качалка. Это все куклы, сказочные персонажи. Здесь есть и Буратино, и Мальвина, и Чиполина, и Капа. И Барлсон, и Кот Леопольд. Все. Мальчик-скальчик, только он почему-то большой. Да. Это куклы. Большие. Такие типа Барби, ну и не Барби. Видишь, у них есть стол, сервиз. Мальчик. 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 и сюда приносят, чтобы они здесь долго хранились и была какая-то память. Отсюда не забирают, не покупают игрушки. Это механические игрушки. Представляешь? Все те, которые заводятся, как сейчас есть, скачут, прыгают. А вот такая вот шапка в мультике была, кролика. Да. Клоун, видишь, какой? Ковар, слон. Ты видишь, смотри, какими они ключами заводились. Вот ключи для них. Заводишь таким ключом. Представляешь? Такие же маленькие игрушки не заведешь таким ключом. В этом отделе представлены игрушки военной тематики. Пистолеты, солдатики, машинки, танки. А здесь вот корабли, лодки, катера. Моряк он стоит там позади. Ночник. Кто? Ночник. Ну, это не ночник, это лодка, в которой свет установлен. Лампа такая огромная. Можно использовать как ночник? Можно. Вот еще, смотри, какие игрушки. Машины, мотоциклы. Это, конечно, болезнь мальчиков всех, наверное. Ой, а дорога какая. Железная дорога. Класс. Станция, паровозы, шлагбаум даже вот есть. Смотрите, какие раньше были железные дороги. Ярослава куда-то убежала. Я знаю, она стоит возле животных, потому что это ее слабость. Рассматривает кошечек, жирафов, собачек. Да, Ясь? Тебе не интересны эти игрушки про космонавтов? Нет, это очень интересные. Мне только не животные интересны. Кто тебе из этих игрушек больше всего понравился? Все. Все? Все. Курица, крокодил. Это мягкие все игрушки. Все до единого мне понравились. И вот эти вот себе. Да, и здесь, смотрите, какой крокодил. Кенгуру. Медведь на велосипеде. Жаба на метле. Жаба на метле, да. Туракон. Я веселый туракан. Я бегу, бегу, бегу. А ты видела, какие конструкторы раньше были? Ты пропустила? Это вот такие, по-моему, уже они есть. Да, вот в таких вот коробках они продавались. Они очень качественные, потому что они железные. Не то, что сейчас в основном пластмассовые. Собираешь, собирались, что-то отвалилось, отломалось, уже все не построишь. Это уже не у моего такое есть. Да. Ох, лесу какое. Вот, какие они в сборе получаются. Мотоциклы, самолеты, машины, краны. Чего тут только нет? Такие конструкторы. И деревянные игрушки. Ой. Это, как бы, так сказать, мини-ферма. Мини-ферма мне нравится. А мне очень нравятся матрешки. А мне они не нравятся. Не нравятся тебе матрешки? А почему? Потому что у меня вообще нету. А, поэтому и не нравятся? Мне очень нравятся. Мне очень нравятся. Смотри, какие они разноцветные, разные, яркие такие. И вот еще деревянные игрушки. Видишь, вот так вот берешь, получается, вот эту уточку, за вот эту ниточку, тащишь ее, и она едет. Вот такая была игрушка. Вот такие раньше делали куклы-мотанки. Я тоже такие люблю делать. Но у меня они побольше и не такие же. У тебя они уже просто помоднее, чем раньше были. Да. Вот большие куклы-мотанки. А из чего их делают? Из материи делают. Из разной материи. Из ленточек. Да. Малыш. В корзиночке. Я тоже такого хочу сделать. Здесь тоже, вот, видишь, куклы-мотанки. Внутреннейшей мотанки. Это моя мальчика. Как только малыша-мотанки куклы-мотанки? Это вообще из специальной нитки сделаны куклы. Они сделаны из льна. А вот малыша-мотанка. И мама не мотанка. Да. Это малыш-мотанка. Это кукла Маша. Она никого не напоминает из мультфильма. Может быть, какой был, не помню, мультфильм, как они это через огонь прыгали, да? 12 месяцев, да? Точно? Нет? Нет. Да, это героиня мультфильма из «Сказки 12 месяцев». Мне вот такие вот лёжки нравятся. Чухи. Николай, смотри, какой лёжок с носиком. Да. Если бы, допустим, на полочку поставить, будет он на тебя сидеть вниз. Кого-то, смотри, какой. А там внутри как вода. Ну нет, там воды, конечно. Нет, ну как вода. Такой я показала вам сегодня в музее игрушек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok